Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня я хочу затронуть такую интересную тему, как обучение в школе. Немного не оправдала ждание своих родителей, это, конечно, очень плохо, но я учусь на 3,2. Я это не скрываю, но я не говорю ни в коем случае, что нужно повторять мою судьбу и делать так, как делаю я, что у каждого своя история, свой путь и свой выбор. Если я выиграла, что мне так надо, значит мне действительно так надо. Когда я перешла в среднюю школу, когда, знаете, в момент, когда уже нет определенного учителя, уже дофига учителей, разные классы, я начала заниматься легкой атлетикой и стала учиться на 3, то есть я не то, чтобы прям плохо училась, я просто поддерживала, чтобы все было хорошо. Моим родителям это не очень нравилось, они постоянно мечтали лекции, что так делать нельзя, но я это прекрасно понимала, но я понимала, что то, что дают в школе, мне не очень нравится, и считала, что у меня время хватает только на то, что мне надо. Но в восьмом классе я начала учиться не на 3, а уже на 2. Ну, конечно, у меня были типа двойки, тройки, четверки, но в основном, конечно, у меня было 2, потому что я вообще перестала держать контроль над тем, что я делаю, и стала учиться на 2. Конечно, это уже был перебор, моим родителям это абсолютно перестало нравиться. В тот момент я начала заниматься танцами, как раз у них была хорошая возможность, они постоянно запрещали мне танцевать. Год назад я познакомилась с проектом «Изнанка». «Изнанка» — это курсы личностного роста, где тебе дают действительно важную информацию в этой жизни, которая тебе пригодится в дальнейшей твоей жизни. Обучение длилось 2 месяца, и за эти 2 месяца я познакомилась с таким словом, как самообучение. Что такое самообучение? Самообучение — это ты делаешь не потому, что это заставляют, не потому, что надо, а потому, что ты сам этого хочешь. Я пошла на второй поток, потому что уже всей душой влюбилась в «Изнанку». Тоже очень много знаний ко мне пришло. В основном это были такие жизненные темы, как добро, благотворительность, бизнес. И честно, это очень мне пригодилось. Прошел уже год, и я до сих пор этим пользуюсь. А бывает такое, что типа «Мне это говорили», и когда я начинаю это понимать уже спустя какое-то время. И вот недавно стартнул третий поток, я его уже прошла, он уже закончился. Самое полезное было это третий поток, потому что там были практически те же самые темы, но я их уже поняла абсолютно по-другому, их по-другому преподнесли. Когда я слышу уже тему третий раз подряд, и она доходит уже только на третий раз. «Изнанки» я познакомилась с таким проектом, как «Бизнес-молодость». Просто огромное количество тех знаний, которые они дают, просто ужас. С тех пор, как я начала их смотреть, у меня опять же поменялась моя жизнь. Некоторое время назад я придумала систему. Каждое утро два часа я выделяю конкретно на то, чтобы самообучиться. Я сажусь, и два часа смотрю всякие видосы, читаю книги. И нет, не те видосы, которые, знаете, там, не знаю, 10 часов режу воду. И с тех пор, когда я начала обучаться, самообучаться, моя жизнь абсолютно поменялась. Раньше у меня был комплекс «Разговаривать», он мне очень сильно мешал. Но когда я начала получать полезную информацию, этот комплекс сам по себе ушел. Я учусь в девятом классе. Я в этом году сдавать экзамены. Я сдаю общество знания и литературу. В начале этого года я решила, что, может быть, попробовать поучиться. Ну, не в смысле полезно поучиться, а в школе поучиться. И потом, через месяц я поняла, что всё, хватит, стоп. Я очень пожалела, что потратила свой месяц на то, чтобы посидеть, послушать что-то. Причём это что-то очень неполезное. После школы я пойду в жизнь, в колледж. Там отучусь 4 года и пойду на режиссуру. Режиссура — это конкретно то, что мне надо. Потому что я занимаюсь ютубом, занимаюсь видео. Но вопрос, почему я не хочу идти в 10-й и 11-й класс, потому что не пойду. У каждого человека есть свой выбор. И если мой выбор пал на это, значит, я уже готова нести ответственность перед теми последствиями, которые за это будут. Когда в моей голове сложилась картинка, моя жизнь поменялась, потому что я поняла отчётливо для себя, что не буду тратить время на херню. Не осуждайте людей за их выбор. И делайте правильный выбор сами. Обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, потому что дальше больше. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Это, в принципе, было всё. Это вся моя прекрасная история о моей школе, о моём пути, который я выбрала. Это было всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok